КАРДИНАЛ РИШЕЛЬЕ Расположив на столе игровое поле, игроки получают все компоненты выбранного цвета, а также по 7 ЭКЮ, монет местной валюты. Три карточки интриг кардинала и его противников из заранее перемешанных стопок занимают отведенные им места на поле, так же как и фишки королевы и серого кардинала. Фишки игроков отправляются на стартовое деление всех игровых треков, а фигурка кардинала на область престижа с номером 7. Наконец каждый игрок получает по два жетона драгоценности, а еще два остаются в соответствующей области на карте. Игроки ходят по очереди друг за другом и в свой ход предпринимают одно или два действия из следующего списка. Получить доход, то есть столько монет, каково положение фишки игрока на шкале дохода. Поместить агента, то есть взять одного из них из-за ширмы и расположить на любой пустой области карточки интриги. Число на этих областях указывает на то, сколько будет стоить такое размещение. На платные области агент отправляется лицом вниз, а вот на бесплатную лицом вверх, чтобы его видели все остальные. Если игрок поместил своего последнего агента, то он забирает обратно всех своих агентов, находящихся в городе. Также можно купить или продать драгоценность. Купить ее можно за 8, а вот продать всего за 5. И, наконец, купить должность. Игрок смещает свой маркер вперед на одно деление по шкале военной мощи и отдает в банк столько, сколько указано на нем. Деления на этой шкале могут принести игроку победные очки или очки на шкале дохода. Однако покупать должность можно лишь до тех пор, пока фигурка кардинала обгоняет их собственный маркер на шкале престижа. Также, пока кардинал впереди него, у игрока есть возможность в свой ход делать два действия, а не одно. Как только все области на любой карточке интриг заполнены, происходит розыгрыш этой интриги. Открываются все агенты, подсчитывается сумма и определяется победитель конфликта, кардинал или его противник. Проигравшая сторона сразу же отправляется в сброс, а все агенты с нее в город. Затем игроки считают сумму влияния своих агентов на победившей стороне интриги. Набравший максимум получает первый приз, указанный слева, а второе место – второй приз. Победа может принести денег, увеличение влияния на шкале дохода, престижа или военной мощи, или даже специальные действия. Все эти преимущества подробно описаны в правилах игры. Также после розыгрыша интриги фигурка кардинала делает несколько шагов вперед или назад по шкале престижа. Все агенты затем отправляются в город, карточку интриги забирает себе получивший первый приз, а два образовавшихся пустых места на поле заполняются новыми интригами кардинала и его противников. А как только все карточки интриг будут разыграны, игра подойдет к концу и начнется подсчет очков. Игроки добавляют свои значения на шкалах прибыли и военной мощи к значению на шкале престижа. Кроме того, игроки получают дополнительные победные очки, залежащие перед ними карточки интриг, в соответствии со специальной таблицей. Наконец, игроки получают по 4 очка за каждый жетон драгоценностей, а победит вырвавшийся дальше всех. Кардинал Решелье – прекрасная настольная игра с историческим антуражем, которая наверняка не оставит равнодушными всех любителей Франции и настольных игр. Игроки пишут. Продолжение следует...